всем привет вы слышите лёшу халецкого и сейчас вам хочу рассказать об игре ballroom или ballroom я не определился с ударением поправьте меня в комментариях пожалуйста это ролевая игра с изометрическим видом с гибридным боем то бишь когда вы играете она идет в рил тайме а когда начинается бой игра переключается в пошаговый режим и сделана она в таком олдскульном стиле вообще в последнее время выходит много ролевых игр вот в таком старом стиле с изометрией это когда смотришь на персонажа в третьем лице камера как бы находится в три четверти то бишь вверх и немножко в бок и в принципе я рад подобному всплеску интереса другое дело что не все эти игры хороши тормин тайцев нуменера по моему мнению провал тиране уже не так прикольно как pillars of eternity ballroom же все-таки оригинальная игра интересная и проблема в ней в принципе только в том что она вот именно выглядит как такое ретро скорее хотя лично для меня и думаю для многих моих зрителей подобное никогда не было преградой чтобы насладиться хорошей игрой и так что же интересного в игре ballroom вообще вышла она уже больше года назад но у меня все не доходили руки с ней разобраться тем более что в игре нету русской официальной локализации но фанаты сделали перевод поэтому у меня в обзоре вы периодически видите игру то на русском то на английском потому что я переключался смотрел как она идет и в принципе фанатский перевод очень даже неплохой так что если вы все-таки игру купите будете в нее играть то сразу идите в руководство в стиме и находите там ссылку на русский перевод кстати стоит игра для нас четыреста сорок девять рублей со время как в остальном мире 15 долларов или 15 евро по механике игра во многом похоже на старые фоллаут и не совсем конечно такая ролевая система на несколько отличается но вот по ощущениям по ощущениям похоже тем больше тоже такой постапокалиптический мир хотя по атмосфере скорее на ультиму онлайн внезапно если вы помните еще такую игру кто-то из вас но так как это не онлайн это сольная игра это совсем не по сети игра то балрум очень и очень даже и захватывает дело в том что здесь вам не обязательно проходить сюжет не обязательно выполнять квест вы можете стать фермером который выращивает арбузы на своих грядках или алхимиком который создает всякие снадобья или кузнецом который выковывает мечи и секиры я к тому что система крафта здесь действительно очень большая и сложная и в игре постоянно есть чем заняться хотя думаю новички поначалу будут вообще просто выживать потому что здесь есть голод и жажда ваш персонаж с течением времени начинает хотеть покушать и попить вы там ходите собираете корешки ягодки чтобы его накормить и знаете вот в старых ролевых играх меня эта система всегда напрягала в балруме она как-то так сделано в тему что ли это дополнительная такая такой уровень развития вашего персонажа почему нет меня не напрягало его периодически кормить поить и собирать для него еду мир большой открытый вы можете сразу идти куда хотите куча подземелий для исследований хотя кстати во многом еще игра напоминает рогалики любые потому что как бы ваше передвижение влияет и на передвижение монстров но все-таки повторюсь по системе по механике ближе к старым фоллаутом или кстати еще каркануму куча квестов естественно побочных ну правда не скажу что они обладают разнообразием то есть скорее это обычно иди кого-нибудь убей и принеси мне что-нибудь но так как в самой игре действительно можно заняться самыми разными вещами то это опять же не напрягает тут много внимания отводится мелочам например смена времени суток так ночью нам практически ничего не видно вы не можете на много клеток передвигаться ходите на ощупь надо использовать факелы при этом ночи тут бывает и светлый если полнолуние то довольно хорошо все видно то есть разработчики создают не только смену времени суток но и понимают что у этой планеты есть спутник хотя мы его не видим никогда и этот спутник влияет на прохождение самой игры это здорово когда создатели вот делают акценты на всяких мелочах и игроки это подмечают и это все играет на атмосферу мира в котором мы находимся так как мы находимся в мире в котором нам действительно приходится выживать не геройствовать именно выживать то вы часто будете заниматься приготовлением пищи там собиранием всяких травок и опять же эта система не скучная наоборот даже веселая я бы сказал всякие прикольные бутербродики которые еще и имеют дополнительные эффекты будут находиться в вашем инвентаре вы будете создавать то есть само приготовление пищи и эликсиров тут прикольное им интересно заниматься битвы тоже разнообразные но во первых у вас есть спутник в виде собаки джекс во вторых вы можете постоянно менять способности которые будете использовать в бою тем более что эти способности имеют разные колдаун то бишь например сильный удар 1 8 ходов только кровотечение 1 в 3 хода и комбинируя эти удары и возможности собственно получаем довольно неплохой тактический пошаговый бой в балруме можно построить собственный дом можно жениться и вообще много всего можно построить и смастерить тут интересно изучать мир именно что не проходить по главному из сюжетной ветки изучать мир ходить по нему добывать камень добывать древесину мастерить из нее всякие поделки с другой стороны игра конечно будет очень сложна для новичков которые в подобные никогда не играли это действительно так сложная именно в своем освоении я не скажу что поначалу сложные битвы да вы будете иногда умирать иногда побеждать то есть вы поймете что вот эти соперники сложные эти не очень но кстати еще могу отметить что разнообразие соперников как-то невелико какие-то сплошные пауки в основном как-то вот с противостоящей фауной разработчики по моему схалтурили ну и повторюсь еще раз что игра выглядит слишком уж ретро конечно ну да пиксельный такой арт но сегодня вот видите я вам делаю этот обзор у меня постоянно то ближе картинка то дальше то больше элементы интерфейса то меньше все-таки мне мелковато было я периодически увеличил и приближал себе картинку и тогда она и выглядит еще более размытой чем есть на самом деле технически игра выглядит великолепно правда не думаю что по ее внешнему виду она должна в каком-то месте падать и вываливаться и это быть баги тем более что уже вышла куча патчей с момента выхода игры другое дело что это действительно хардкорная ролевая игра до вас никто тут не будет водить за ручку в первых локациях и вы вполне можете умереть уже через пять минут после начала игры просто не скушав арбузик например с другой стороны не знаю меня эти смерти не расстраивают мне вполне нравится загрузить сейф и продолжить с того места где меня убили если вы любите открытые миры по которым надо много ходить действительно здесь много ходить если вы любите разные рогалики если вы помните что такое ультима онлайн если вас не смущает не современная графика если вы любите много читать и не такой пафосный текст графомана как было вставить в тайц оф номинера действительно важный текст который нужен для прохождения который погружает в атмосферу если вас не пугают сложные игры если вас не пугает наличие огромных количеств возможностей в игре то это все про ballroom я рекомендую эту ролевую игру попробовать здесь действительно интересно мне разбираться до класса всего три традиционный воин маг и стреляющий из лука ну рейнджер давайте его назовем я играл за воина и почитав отзывы люди говорят что классы не сбалансированы даже сейчас что воин намного сильнее чем рейнджер и маг более того мага это вообще там проблемы даже с убийством крыс что к сожалению конечно не очень хорошо для подобной игры ориентированной на ролевой отыгрыш сюжеты квесты как я и говорил мне конечно пример отличного сценарного мастерства но все-таки тут игра по моему не про сюжет а именно что про исследование мира такая огромная ролевая песочница я не думаю что тут стоит заморачиваться по поводу сюжета это как как в моровинде блинка ты забивал на сюжет и просто шел по варденфеллу и исследовал всякие катакомбы развалины крепостей двемеров как и здесь кому нужен этот сюжет если у тебя огромный мир которым ты можешь делать что хочешь кроме того здесь довольно медленно набираются уровни я не люблю как игры те где быстро уровне набираются в этом знаете играешь два часа ты уже на десятом уровне каком-нибудь да и наоборот где медленно как вы понимаете я балрум не прошел но люди пишут например что поиграли 50 часов и достигли восьмого уровня то есть у вас слишком мало возможности развивать персонажа с другой стороны я вспоминаю первые baldur's gate где вообще вся игра концу игры вы достигали только восьмого уровня и все там вообще был предел в достижении уровней нормально и было интересно просто потому что много всего можно было в ней сделать другой минус то что вы исследуете всякие подземелья и прочее но опять же я не знаю как это минус для всяких по-разному нас приучили всякие skyrim и ведьмаки что открыв любой сундук исследовав любую навозную кучу вы там найдете кучу всего всяких классных вещей даже в хижине бедняка опять же балрум про другое то есть тут довольно мало всяких раритетных вещей очень крутых вещей и обычно то что вы находите из этого надо что-то еще сделать то есть желательно прокачать там кузнеца себе или фермера или поварские скиллы всякие так что имейте это в виду но в целом мне игра понравилась ней находиться интересно я в нее буду играть и вам рекомендую надеюсь мой обзор поможет решить интересно вам будет в ballroom играть или нет потому что действительно тоже игра не для всех совершенно она бросает вызов игроку она не настолько красиво как многие современные игры но находиться в ней интересно на этом все вы слышали лёшу халецкого играйте в умные игры всем пока спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тос кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры